Всем привет, с вами Клеопатра. Ранее у меня было видео на канале о том, как грамотно переходить с ТХ-9 на ТХ-10, что нужно ставить в начале, что нужно строить позже и как вообще прокачивать свою базу. Это видео очень многим понравилось и меня попросили сделать подобные ролики только про переход на ТХ-8 и ТХ-9. И вот как раз таки в сегодняшнем видео мы с вами поговорим о том, как грамотно и верно перейти с ТХ-7 на ТХ-8. Аккаунт, на котором я сейчас нахожусь, мне предоставил мой подписчик Михаил Райков, за что ему отдельное спасибо. Ну что ж, мы с вами видим, что у нас сейчас 8 домик, полностью весь деф от ТХ-7, также у нас забиты все ресурсы и вот только-только у нас он апнулся и теперь нужно что-то делать. Как раз таки сейчас я листаю магазин, вы видите, что магазин еще старого вида, можно так сказать до обновления, когда иконки были адекватного размера, не то что сейчас. И как раз таки мы с вами видим все то, что мы можем поставить уже на ТХ-8. При таком ассортименте, конечно, сложно разобраться, что же нужно купить сразу и, честно говоря, здесь срабатывает такая логика, что я могу купить вообще все, сейчас все понаставлю себе на базу и буду полноценной ТХ-8 уже, а не ТХ-7. На самом деле это неправильно и как раз таки, чтобы этого не делать, чтобы не допускать ошибок, далее я расскажу, как с этим нужно бороться и что нужно делать в первую очередь. Как вы уже видели, количество мест в лагерях на ТХ-8 такое же, как на ТХ-7, поэтому здесь мы ничего сделать не сможем, лагеря мы апать, конечно, не будем. Что касается лаборатории, то 100% ее нужно ставить, потому что лаборатория даст вам возможность развивать и улучшать ваши войска и это необходимо сделать в самом начале. Далее, что касается фабрики заклинаний, мы с вами видим, что на ТХ-8 она абсолютно такая же, как на ТХ-7, мы не можем ее улучшить, однако же у нас есть отличная возможность получить фабрику темных заклинаний. Вот эта вещь на самом деле будет очень хорошая и я постаралась сделать этот обзор так, чтобы он был интересен не только тем игрокам, которые направлены именно на кланвары, но и тем, кто не любит КВ, а кто просто играет в глобале. И вот как раз таки фабрика заклинаний нужна и тем и другим, потому что она даст возможность открытия в дальнейшем яд и открыть Триас. Эти два заклинания очень вам понадобятся, так что сразу ставьте, не пожалеете. Далее, опять-таки, вне зависимости от того, играете вы на КВ, либо же вы просто фармите, вам, конечно же, нужно улучшить ваш клан Кастл, потому что он вам даст уже не 20 мест, а 25. Это кажется на самом деле, что 5 мест ничего не решат, но это не так и на самом деле вот эти 5 ячеек, дополнительные 5 луков, дополнительный хок, дополнительный маг плюс лук, они реально повлияют очень сильно на качество вашей атаки. Ну и под конец у нас остается один строитель, которого тоже нужно чем-то занять, поэтому мы с вами сначала идем в магазин, покупаем те ловушки, которые как раз таки не требуют времени, и это нам поможет в дальнейшем при обороне, потому что по сути у нас будет деф от ТХ-7, однако же количество ловушек у нас будет равное ТХ-8. Это чуть-чуть улучшит вашу базу, ее силу, потому что если будут нападать ТХ-7, при некоторых ситуациях им возможно не хватит войск, если они, например, идут без клан Кастла, чтобы забрать всю базу, потому что там больше ловушек, чем должно было быть. Обязательно обратите внимание, что покупаю я только те строения, которые являются ловушками, никакие строения дефа на первом этапе покупать не нужно, потому что это сильно изменит вес вашей базы, и вам начнут попадаться на кланварах не ТХ-7, или только-только перешедшие ТХ-8, как и вы, а более уже прокаченные базы. Именно поэтому не нужно гнаться за дефом, его поставить успеете, вы его поставите чуточку позже, когда уже немного прокачаете свою армию, и у вас будет возможность бить себе подобных, а не пытаться как-то сопротивляться от фуловых, либо среднепрокаченных ТХ-8. И, наконец, нам необходимо задействовать нашего последнего строителя, здесь было бы очень логично положить короля на ап, потому что ресурсов на это хватает, но, однако же, я этого не сделала по той причине, что Михай на тот момент был закручен в клановой войне, и я не знала, нужен ли ему король для этой войны или нет. Однако же, если у вас будет такая ситуация, что кинг вам не нужен, то смело его укладывайте, как раз-таки, сразу после перехода на ТХ-8. Имея как раз-таки свободного строителя, я начала думать, что же можно сделать тогда в таком случае, если я не могу положить короля. Было несколько вариантов, один из вариантов это построить еще одну темную казарму, также был вариант построить эликсиры хранилища, золото хранилища, либо скважину черного эликсира. Здесь, на самом деле, такой выбор, который, мне кажется, зависит уже конкретно от каждого человека, сложно посоветовать что-то, прям одно, которое будет вам нужно. И если мы сейчас посмотрим на войска, то что нужно на ТХ-8? На ТХ-8, конечно, нужны големы. Именно поэтому я не совсем понимаю в данном случае рациональности покупки нового барака, потому что нам с вами скорее нужно прокачать старый, потому что чем быстрее мы откроем валькирии, тем, в принципе, быстрее мы откроем и големов. Опять-таки, понимая, что у нас очень много золота, которое нам уже никуда не пригодится, я решила апнуть некоторые стенки забора, ну потому что просто иначе золото будет простаивать, так как далее мы будем фармить и золото девать некуда. И также я забрала из кланка слоставшиеся ресурсы, как раз-таки золото мы с вами потратим на забор, потому что забор апать нужно, и не важно, когда мы это будем делать, в начале ТХ-8, либо же в конце развития восьмерки, и если есть лишние ресурсы, почему бы этим не заняться. И далее пришлось принимать решение об использовании эликсира. Как я уже сказала ранее, можно было купить второй темный барак, однако же мы тогда остались бы с вами на том же самом месте, где и были, то есть на хогах. Второй вариант это открыть пеку, и третий вариант это поставить темный барак до улучшения, до валькирии. Вот это мне показалось самым рациональным, потому что тем самым мы приблизимся к открытию голема, который на ТХ-8 очень нужен. Что ж, на текущий момент все четыре раба у нас заняты, и давайте как раз-таки переходить к следующему дню. Как вы видите, прошло некоторое время, ресурсы у нас снова имеются в полном комплекте, и у нас есть три строителя, и как раз-таки темная казарма у нас еще дапывается. На текущий момент у нас уже апнута крепость клана, там 25 мест, также у нас открылась фабрика темных заклинаний, теперь мы можем использовать ядцевых атаках. Ну и, соответственно, у нас теперь не шесть, а целых семь мест. Это то, что у нас есть на текущий момент. Что же мы с вами будем делать дальше, как развиваться далее, давайте посмотрим, что у нас есть в наличии. Наверное, вы уже заметили, что на текущий момент у нас более двух тысяч гемов, именно поэтому я решила купить пятого строителя, чтобы у нас было больше возможностей для развития. Таким образом, сейчас у нас есть четыре свободных раба, которых также, конечно, нужно чем-то занимать. Ну что же, давайте думать, куда сегодня отправить наших строителей и какие у нас есть варианты для дальнейшего развития. Исходя из профиля, можно увидеть, что войска так и остались на уровне ТХ-7, потому что мы только-только апнули лабораторию, и вот еще темная казарма до конца не открылась. Если открыть лабораторию, то здесь также, как и в начале обзора, разбегаются глаза, сложно понять, что же качать первым. Однако же к ламбе мы вернемся чуточку позднее, и я объясню, как развиваться тем, кто хочет играть на КВ, а также тем, кто хочет просто фармить. Если теперь поговорить про Дарк, который у нас вообще никак не тратится, то, наконец-таки, мы можем уложить короля, потому что на тот момент, когда я снимала этот день, Михай не был участником кланвара, и поэтому смело можно укладывать короля, что, в принципе, нужно было сделать в самом начале. Отлично, теперь Дарк мы с вами потратили, и нужно куда-то вложить золото и эликсир. Что касается эликсира, то здесь, естественно, нужно апнуть хранилище Дарка, потому что в противном случае мы не сможем далее развивать нашего Кинга, так как дальше цена будет увеличиваться, а такое количество нефти просто не влезает в наше Дарко-хранилище. Именно поэтому все-таки стоит потратить эти деньги на то, чтобы улучшить Дарк. Ну и, конечно, нам нужно девать куда-то очень большое количество золота. Здесь уже варианты на любителя, можно его залить в забор, как я сделала в прошлый раз, либо же можно проапать те ловушки, которые открыты на текущий момент, и которые можно апнуть на тх-8. Покупать деф на текущем моменте развития я бы, опять-таки, не советовала, потому что у нас еще нет войск, которыми мы можем бить восьмерки. Именно поэтому не нужно спешить с покупкой дефа, вы все это купите чуточку позднее, когда у вас уже будут големы, когда вы сможете оттачить полноценные армии и немножечко прокачаете и короля, и войска, и все зельки. И вот как раз-таки сейчас, опять-таки, выбирайте сами, либо же апайте забор, либо же улучшайте ловушки. Что касается улучшения в лаборатории, здесь на самом деле сложно однозначно как-то сказать, что лучше улучшать. Если вы планируете играть драконами, то я бы советовала, конечно, вам поднять молнии. Если вы не планируете играть драгами, а планируете играть, например, хогами, либо же валькириями, то, конечно, здесь однозначно нужно ставить хилл. Я бы советовала с Михаем, спросила, что ему важнее, чем он будет играть, и он сказал то, что да, ему, в принципе, драконы не столь интересны, а вот хилл как раз-таки ему пригодился. Именно поэтому в лаборатории был поставлен хилл. Ну что ж, далее я забрала еще некоторые ресурсы, у нас осталось два строителей, и вот на текущем моменте уже, в принципе, можно ставить темный барак, потому что первый у нас уже прокачивается до валькирии, темп развития у нас уже задан, темпы развития потихонечку нарастают, и через один день буквально у нас уже будут открытые вальки, а там можно и апнуть барак до голема. Далее как раз-таки я влила золото именно в забор, чтобы, ну, просто куда-то его деть, ну и под конец уже остатки можно потратить на ловушку, которая буквально через несколько часов уже будет готова. Всем, как вам понравился обзор, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, и в ближайшем будущем нас с вами ждет грамотный переход с ТХ-8 на ТХ-9. Всем хороших войн, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok